На улице Щорса сбил и едва не переехал женщину-пешехода водитель пассажирского автобуса. Пострадавшая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора и внезапно поскользнулась, как это было. Смотрите в рубрике «Видеорегистратор». На улице Щорса женщина-водитель автобуса 23 маршрута повернула направо и не заметила двух пешеходов. Один успел отбежать, а второй нет. На повторе видно, что женщина подскользнулась и упала прямо под переднее колесо автобуса. Впрочем, под само колесо пешеход не попала. Ее чудом откинуло на обочину и женщина не пострадала. В итоге вызывать скорую полицию участники ДТП не стали. На победиловском тракте гонщик на Форде спровоцировал ДТП. Он лихо всех обгонял, но эта беспроигрышная серия быстро закончилась. Нарушитель выехал навстречу иномарке «Фиат» и зацепил попутную легковушку. На загородной трассе водитель «Белая Нива» не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся на бок и завалился на деревья. Очевидцы тут же поспешили на помощь к водителю. В итоге никто не пострадал, внедорожник общими силами достали из кювета. Два непростых УАЗа столкнулись на перекрестке улиц Снекрасова и Попова. Полицейский на «Патриоте» с маяками попытался проскочить на «Красный», но не получилось. В него врезался «Хантер» военных. Пострадавших нет, по факту ДТП идет проверка. Но, скорее всего, виноваты в аварии будут полицейские. По данным ГИБДД, водитель «Патриота» при выполнении маневра включил не только световые, но и звуковые сигналы. На советском тракте водитель машины с камеры едва не сбил лосенка. Детеныш выскочил из темноты на трассу. В сторону без грохотом ударился об стену. Затем Силачев дернул противника на себя. Михаил Вагин. Место происшествия. Силачев дернулся. ВОСТОЧЕСЬ. ВОСТОЧЕСЬ. ВОСТОЧЕСЬ.